Оптимизация пассажирских перевозок, патриотичные автобусные маршруты и оплата проезду про смартфон. Старшиня Абл-Ваканкама Енаць Соловей наведал сегодня первый автопарк акционерного товариства «Гомель Абл-Аутотранс». Наши корреспонденты потекавилися под обязанностями. Якое значение для Гомельской области мая предприемства «Гомель Абл-Аутотранс» можно мерковать по такой лижбе. Протяглость его маршрутной сетки превышает 40 тысяч километров. Миновита стольки складает дужиня экватора. Почас наведывания акционерного товариства «Старшиней Абл-Ваканкама» Размовы не стольки об досягненях, кольки об иснуючих проблемах и перспективах далейшего развития. Сегодня предприемство працует в умовах мостной конкуренции, что примушает шукать новые подыходы по створению для пассажиров больше комфортных умов. Для себя ставим задачу внедрения информационных технологий на пассажирском транспорте. С февраля месяца начинается пилотный проект по оплате проезда с помощью смартфонов. Также мы ставим перед собой задачу продолжать обновлять подвижной состав, как грузовые, так и пассажирские автобусы. Нельзя сказать, что в макшимасте «Гомель Абл-Аутотранса» выкарыстовывается недостатково, але и резервы есть. У приватности размова идёт об оказании туристичных послуг. На приконце минулого года предприемство открыло маршрут, размещенную у Национальным парку Припятске резиденцию Деда Мороза. Сегодня старшиня облаканка Магина Целовей даёт ещё одно доручение – распрасовать так званые «патриотичные маршруты». На гомельшине шмат знаковых мест, связанных с Великой Айчинной. А у нас таких мест очень много. Это и Красный берег. Сейчас будет создаваться, и мы обратились к всем нашим организациям по миоральному комплексу в Осетлогорском районе Алла. Это и Багратион, это на сегодняшний день Лоевский район, да и другие районы. И в працях туристичной темы. Зараз у первым автобусным парку акционерного творства «Гомель Абл-Аутотранс» почалась реконструкция автобуса «Икарус». У Беларуси дарыши машин такого класса больше не засталося. С просьбой захавать автобус у минулом годзе до керавництва предприемства звернулись агомельшане. На линию «Икарус», конечно, не выйдя. Буде обслуговывать туристично-экскурсийные маршруты. Дарыши не глядяши на 30-годовый взрост и пробег больше, как у 2 миллиона километров. В целом автобус захавався не дренна. Двигатель, коробка, мосты, все исправно, все на ходу. Переварим кузов, и он пойдет опять в эксплуатацию. Наведывание старшинью Абл-Канкама автотранспортного предприемства завершается с устрычей с коллективом. Геннадь Соловей не утойвая. Сегодня необходимо проводить оптимизацию пассажирских перевозок. И эта с устрыча – махчимость почуть думки специалистов. По пустые автобусы – у дженый час. Низкая окупность перевозок, отсутность одного оператора по слух. Тут, саправды, есть над чем працавать. Автобус, литералейбус идет на 30% загруженный, но потом только время пика, они все наполнены. Для того, чтобы не создавать конкуренции, должен быть один оператор. Я говорю, пускай грузоперевозчик, пускай заказчик будет в лице, или это будет какая-то определенная компания в городе. Поэтому мы на этом работаем. И я думаю, в течение этого года мы решим вопрос. Для того, чтобы оптимизировать. Потому что горэлектротранспорт только 59% компенсируется населением, возмещается затрата. Сегодня автобусным парком где-то под 70%. Хотя наша задача уже подойти к 90%. Алисин Сюру, Вольга Коновалова, Йоген Макенко, Телерадо, компания «Гомель».